коллеги добрый день рад всех опять приветствовать в нашем таком кинотеатре на диване надеюсь вы удобно расположились и есть возможность спокойно без перерывов на приготовление пищи и так далее каких-то отвлечений сегодняшнего дня послушать ту информацию которую для вас кропотливо я собирал может быть все лето сегодня мы продолжим разговор о людях которые делают нашу жизнь веселей добрей если хотите но как только они переступают порог наших отделений нам становится как-то непривычно опасно боязно и за них и за себя в том числе но и дабы разрушить все вот эти все эти трудности давайте попробуем обсудить все такие острые моменты сегодня течение этих полутора часов окей значит не так давно мы уже начали обсуждать эту проблему проблему накопления избыточного накопления жировой ткани достаточно подробно охарактеризовали само заболевание и конечно я надеюсь поняли что ожирение она бывает конечно разных типов и конечно для врача гораздо важнее наверное помнить не степень а стадию ожирение вот эту классификацию где вы видите первое не выгодно выгодно отличается от второй тем что ну количество коморбидных состояний которые действительно влияют на нашу тактику на исход основного заболевания чему ожирение коморбидно собственно говоря заставляет нам как-то по-особенному относиться к данному пациенту итак поговорим уже о пациентах которые ну во первых имеют конечно же морбидное ожирение и второй вопрос в фокусе будут пациенты вот этой ожирение второй стадии которые так или иначе попадают к нам в клинике ну вот те проблемы которые сопутствуют ожирению и которая как вот на этой фотографии делает жизнь реаниматолога веселее наполнений значит понятно что в случае с реанимацией вот такого переноса операции от гула или прогулы совершенно не возьмешь пациент поступает есть задачи есть цели терапии надо как-то определяться иногда достаточно быстро с планом лечения учесть все особенности ну и давайте с места в карьер побыстрее это дело обсудим итак сегодня мы поговорим с вами о работе с пациентами коморбидными пациентами с ожирением в отделениях реанимации ну и как и в предыдущих лекциях оставим такую вот скрытную сокровенную часть напоследок назад называется она три важные вещи для тех кто так сказать не уснёт обсудить все проблемы на должном уровне на современном уровне помогут нам ряд вот обзоров которые совершенно недавно появились в нашей профессиональной литературе это и вот обзор 21 года по пациентам с критическими состояниями страдающих ожирением это и европейский гайд по по помощи пациентам с ожирением и гастроинтестинальным заболеванием это дефиниции саркопении ожирения состояния особенного но того состояния которое мы не обойдем сегодня в нашем разговоре но и также клинические рекомендации ожирения которые мы анонсировали и обсуждали широко уже на предыдущей лекции их пожалуйста вы сможете посмотреть на сайте минздрава в рубрификаторе а также методические рекомендации по ведению пациентов с сопутствующим ожирением на сайте федерации вот такой перечень этих всех документов нам сегодня поможет какие же основные поводы для встречи с пациентом с ожирением хочется вспомнить давайте вспомнить каждый тех пациентов которые встречал с ожирением последнее время давайте я начну значит это онкологические заболевания может быть так получилось но последние пациенты которые поступали в нашу клинику реанимационную клинику с ожирением они были коморбидны по онкопатологии ну конечно достаточно часто это такой в красе метаболический синдром это конечно и панкреатит и мочекаменная болезнь в меньшей степени мы в своей клинике сталкиваемся с акушерская гинекологическими проблемами у пациентов с ожирением также сегодня я хотел бы рассказать отдельно о особенностях таких ургентных состояний как травма прежде всего сочетанная у пациентов с ожирением особенности сердечно-легочной реанимации ну и впрочем любого состояния связанного с необходимостью от наблюдения и лечения в реанимации и ассоциированного с ожирением ах с чего же начать наш разговор который ну кажется в начале совершенно бесконечным вот с этой картинки которая в общем-то символизирует характер тех проблем на которых мы сегодня будем с вами говорить и первое на очередь это трудности парантеральной терапии проблема так сказать на поверхности есть целый ряд коллег которые когда пишут листы назначений в том числе в отделении реанимации они не совсем задумываются о их реализации это иногда системная проблема с чем одежда же борется заведующие отделением старшие ординаторы эксперты целый ряд специалистов назначая то или иное исследование назначая лекарства в конце концов ну к примеру назначая обезболивающий препарат нпс препарат на ночь внутри мышечная часа так в три ночи ведь врач он же планирует как-то жизнь пациента то что с ним произойдет когда совершенно неожиданно сестра осуществить это его назначение но тем не менее внутри мышечные назначения и у таких пациентов вот как на этой картинке случаются поэтому конечно стоит их обсудить это достаточно простой вопрос есть ряд исследований которые оценили глубину жировой ткани ну вот вентро ягодичном например участке и да вы видите у подавляющего большинства пациентов глубина этого самого слоя она составляла более 35 миллиметров а теперь посмотрите налево это иглы которые мы используем с вами которые принято называть внутри мышечными других в обиходе мы и не имеем они имеют длину 40 миллиметров ну что понятно что очевидно если назначить внутри мышечную инъекцию таким пациентам до уподавляющего большинства они станут подкожными важно это да конечно же важно особенно если действующее вещество она реально патогенетически обоснована если она нужна для этого пациента какой выход из этой ситуации но кроме очевидного не делать так рассмотрите пожалуйста вот этот вентроглютальный сайт по сравнению с тем традиционным верхним наружным квадрантом который еще с детства со школы мы привыкли использовать у пациентов ну там не достанет вам никак ваша привычная игла и соответственно то препарат то вещество уйдет в подкожно-жировую клетчатку очень серьезно подумайте как на этом снимке о своем поступке о прескрипции своего назначения и естественно но повысить его эффективность окей теперь обсудим буквально тезисно проблематику парентеральных инъекций внутривенного такого свойства естественно более частых да и обоснованных в отделении интенсивной терапии все ли здесь хорошо ну очевидно что нет очевидно что нет и те из вас кто на каком-то этапе жизни обучения сталкивался с необходимостью множество этих самых внутривенных инъекций безусловно помнят все эти руки пациентов с ожирением которые необходимо было установить внутривенные катетеры насколько это было непростой задачей впрочем навык установки катетера на вид навык внутривенной инъекции или же забора анализа из вены это крайне важный вопрос особенно в интенсивной терапии и конечно и врач и медицинская сестра анестезист должны разбираться в этом вопросе в том числе применительно пациентам с ожирением ну вот что получается конечно часто первая попытка да что там говорить вторая третья попытка инъекции установки катетера к сожалению заканчивается неудачей и даже тогда когда удается хоть как-то значит катетер в эту вену установить подкожную качество например образца для образца крови для анализа качество и надежность трансфузионной терапии вы видите быстрой инфузионной терапии или же например качество быстрой последовательной индукции в конце концов в соответствующих состояниях она оставляет желать лучшего и как вы видите достаточно часто приводит к стрессом большим даже не у самого пациента у того медицинского работника который этим занимается и вот так получается что если не подготовиться к этому вопросу если не дать себе но некое время некий запас так сказать попыток на создание надежного венозного доступа например перед оперативным вмешательством можно вынудить себя быть к началу этого самого оперативного вмешательства к началу анестезии к примеру в очень нехорошим таком заведенным если хотите нервозном состоянии который будет и у вас и у ваших помощников и конечно мало того что это приведет к инфекции тромбофлебида другим осложнениям но и конечно отразится как это демонстрирует ряд исследований на качестве проводимой анестезии а также на ваших решениях но вот видите если все трезво оценить тайминг провести особенно сложных случаях на вот такой сосудистый доступ уходит значительное время даже в том случае если он периферический какой здесь выход первое но запланируйте его запланируйте этот доступ запланируйте все эти попытки и создайте такие условия когда не стоит никто у вас над душой и не торопит вас не дай бог с этим очень важным и ответственным занятием вот значит что рекомендовано вот запланировать немножко взять времени некий тайм-аут понять что доступ трудный и следующий шаг обеспечить некую аппаратную поддержку для создания этого самого периферического повторюсь венозного доступа есть совершенно разные устройства вы видите которые но в какой-то степени скрашивают нашу жизнь эти задачи которые мы выполняем действительно ловкость рук и никакого мошенничества вот такой вариант визуализации видите ультразвуковая визуализация об этом написано достаточно много литературы и да вы можете использовать ультразвуковой датчик для и таких тоже манипуляций хотя конечно очень важно крайне важна тренировка визуализация хорошая но в таких руках которые уже как-то пару раз это делали это немножко не то же самое что центральная катетализация визуализация конечно более сложная примеру нежели чем внутренние еремные вены в целом есть вот такой неплохой обзор по поводу трудного внутривенного доступа менеджмента этого трудного доступа ну и вот есть некий диск такая схема которую может быть стоит где-то у себя в качестве подсказки или же сопа иметь и здесь видите такой диск принятия последовательных решений в течение вот этих 30 минут когда попытки ваши периферического доступа к сожалению не успешно ну и что здесь мы можем предложить кроме как сменить руку позвать наиболее опытного анестезиста вот ну исчерпали мы все с вами какие приемы рекомендуются для создания этого доступа значит ну вот видите есть известный вариант с нагреванием ну это может быть фен это может быть мазь с содержащие нитраты это может быть два жгута дистальный и проксимальный это может быть поколачивание легкая по зоне где вы будете где пальпируете хоть какую-то сосуд вену значит есть вот интересный такой метод реверс эсмарха что это такое это такой способ когда вы накладываете жгут и постепенно наложив его максимально проксимально опускаете дистально постепенно сматывая все новые и новые туры вниз и таким образом вы не перекрывая естественно артериальный приток конечности венозную русло сокращаете в объеме значит и естественно вот эти вены по идее этого способа становятся более контурированными их легче визуализировать и что-то с ними сделать ну смотрите наружные еремная канули кануляция этот метод мы с вами также хорошо знаем метод который которому можно по разному относиться но вот в сложных случаях также мы не должны о нем забывать значит транс иллюминация это вот то что мы сейчас с вами посмотрели так и там же туда же запись за запишем ультразвук что такое easy айджи ну это такой метод суррогат катетеризации внутренней еремной вены только периферическим катетером также под контролем узи меньше рисков ну естественно меньшая надежность он этот катетер есть естественно поработает не так долго но визу визуализация особенно опять же при разработанном навыке достаточно хорошие ну а дальше уже центральные венозные кануляции но редко к сожалению применяющиеся внутри костное введение особенно вот в переоперационном периоде ну и к этому ко всему надо быть готовым понятно что не у всех есть устройство для визуализации вот такого на кожного плана но ультразвук и об этом говорят многие лекторы надо использовать и в реанимации это конечно палочка выручалочка во многих случаях но и вот в этом тоже завершая вот этот сет о катетеризациях о создании доступа здесь скажу несколько слов вот о рекомендации 17 по лечению септического шока у взрослых это клинические рекомендации вернее их проект с сайта федерации значит посмотрите пожалуйста на такую рекомендацию значит у пациентов с септическим шоком среди которых могут быть конечно и пациенты с ожирением рекомендуется начинать введение вазопрессоров периферическую вену коллеги но эта история о том в какой момент критически гипотензивному больному критические пациенту с выраженным шоком с дефицитом микроциркуляции в этой связи как же ему начать эту самую спасительную инфузию ну к примеру норадреналина и вот оказывается не обоснованно ожидать для ожидать вот этой центральной катетеризации для коротких вот этих инфузий для короткой и инициальной поддержки гемодинамики возможно и нужно в соответствии с рекомендацией использовать уже и периферический сосудистый доступ ну идем дальше это следующая особая проблема у пациентов с ожирением менеджмент дыхательных путей и конечно же некие особенности искусственной вентиляции легких в целом в целом алгоритм выбора вида способа и установок прескрипции искусственной вентиляции легких он ничем не отличается от обычного человека без избыточной массы тела определимся с видом дыхательной недостаточности это гипоксимия или же уже нарастающие гиперкопния отсюда мы сделаем вывод о необходимости либо оксигенотерапии обычной низкопоточной либо высокопоточной или же перейдем на неинвазивную искусственную вентиляцию легких она у пациентов с ожирением и мы уже об этом говорили достаточно широко применяется в переоперационном периоде принципе она достаточно обоснована и у пациентов в критическом состоянии дальше вы эскалируете и тот и другой способ если дыхательная недостаточность связи с лечением не купируется конечно же все заканчивается инвазивной искусственной вентиляцией не заканчивается продолжается безусловно в чем особенности о которых нам говорят ну современные рекомендации руководства вот частности для более объективного более такого полного обследования и оценки трудной интубации у пациента прогнозы этой трудной интубации и соответственно принять решение о плане интубации рекомендуется вот такая шкала макоча от аббревиатуры первых слов которые входят в эту шкалу это и маломпати и синдром апноэ который у пациентов с ожирением достаточно часто распространен выраженным ожирением это ограничение подвижности шейного отдела позвоночника открытия рта а также уровень сознания выраженность исходной гипоксии и вот вы видите даже не подготовленный анестезиолог здесь среди этих баллов должен учитываться навыки оператора доступность устройств и конечно же возможность обратиться за помощью эти вещи достаточно сложно переоценить обратите обязательно внимание и вспомните вот эту стоп бэнк анкету анкету легкого такого скрининга сонного апноэ при наличии трех и более положительных ответов на эти простые вопросы вам ну просто необходимость оценить конечно же газовый состав артериальной крови и если он сочетается с индексом массы более 30 вот гиперкапния если там определяется достаточно уверенно выраженной гиперкапнии то пожалуйста ожидайте опасайтесь данного пациента в контексте чего возможности трудной масочной вентиляции трудные ларингископии трудного хирургического доступа ну и низкой низких возможностей кооперации между пациентом вами в случае индукции анестезии это тоже понятно таких пациентов где трудность особенно трудность прогноза она очевидна ну что планируете интубацию в сознании если это пациент такого планового характера если это переоперационный период вот если же это экстренный пациент и вам необходимо его интубировать во первых не бойтесь ничего вот вам такой мой совет да у пациентов с ожирением как будто бы кажется что этих сложных интубаций в разы на порядок больше но те из вас кто занимается анестезиологии рутинно регулярно часто не столкнуться со сложностями но так получается что правильная укладка пациента достаточная релаксация седация обезболивание они делают чудеса так используя вот эту нехитрую схему успешной визуализации вы часто проблемы все свои решите конечно и об этом говорит методические рекомендации по переоперационному ведению пациентов с ожирением особые требования к приоксигенации у пациента вы видите что фио-2 оно должно быть у пациентов с трудными путями вот такое достаточно высокая проект по около 100 процентов значит какая прескрипция этой при оксигенации она может быть разная вы видите это либо 3 минуты ингаляции кислорода через маску спокойном режиме или 8 максимальных вдохов ну а если 4 будет ну и это тоже пойдет значит иногда можно воспользоваться да и нужно воспользоваться неинвазивной искусственной вентиляции легких или высокопоточной оксигенации для вот эту для вот этой при оксигенации перед интубацией это еще лучше подготовит пациента к этой сложной интубации ну и снизит риски что еще снизит к риске интубации коллеги конечно же опытный специалист наличие помощника наличие опытный анестезиста сестры который но позволит ассистировать вам в этом сложном деле ну и конечно ваше постоянное изучение и контакт с новыми приборами но относительно уже новыми видеоларингоскоп это вещь которая вошла в наш обиход уже достаточно давно единственный вопрос какой из-за то ли необходимости вот закупки этих расходных материалов к нему то ли из-за того что мы боимся его сломать часто возникает такая ошибка на которой я бы особо хотел остановиться этот ларингоскоп он есть и да он безусловно заряжен готов к работе но врачи почему-то предпочитают интубировать обычным фиброоптическим клинком и в результате когда дело доходит до сложной интубации это собственно говоря становится первым пациентом на котором это устройство проверяется вот так я бы не советовал делать конечно если у вас такой прекрасный ларингоскоп то ну и в обычной не такой неургентной практике нужно выполнить попробовать выполнить интубацию таким образом есть и другие устройства ну вот как например этот аносологический барахоскоп он одноразовый для вот таких сложных ситуаций и для вы видите целого ряда аносологических манипуляций он абсолютно подходит но и здесь та же самая история но не может быть такого чтобы вы в три часа ночи научились им правильно работать в ходе трудной интубации используя новые и новые способы создания устойчивой проходимости верхних дыхательных путей но не получится на самом деле есть прекрасная возможность сделать это на тренажере и нужно это делать если такое оборудование у вас появляется скажем в такой межбоевой период к этому надо быть готовым что касается прескрипции ивл режимов опять же это не совсем цель лекции в целом рекомендации с пятнадцатой по семнадцатую говорят о ну привычных нам этих малых дыхательных объемах но обратите внимание должная масса тела так значит это сочетание положительного конечно экспираторного давления не менее десяти сантиметров водного столба ну и применение при необходимости маневра открытия альвеол хотя справедливости ради несколько вот таких работ которые оценили анкетирование результаты анкетирования врачей по вопросу обычной рутинной практики вентиляцию таких пациентов рекрутмент маневр и собственно говоря рекомендуемые объемы часто не используется во время общей анестезии напротив пациентам с ожирением часто проводить вентиляцию легких с высоким объемом низким уровнем по дкв вот вам рисунок который прекрасно демонстрирует то к чему приводит такая тактика вы видите механическая вентиляция с по дкв 5 сантиметров водного столба по сравнению со спонтанным дыханием до и после интубации вот тут все как говорится понятно о каких особенностях искусственной вентиляции легких чаще всего говорят у этой категории пациентов ну уже вышеуповянутый дыхательный объем достаточно высокий по дкв если он хорошо гемодинамически переносится это рекрутмент маневр при рекрутабельности безусловно чуть более расширенный мониторинг прон позиция если у пациента имеет место быть показания для этого ну и после экстубации помогите этому пациенту неинвазивно или же с помощью высокопоточной оксигенации значит есть да таблица вот этого вот этой предсказанной массы тела все зависит от роста веса ничего страшного нет используйте эту таблицу ну и используйте искусственную вентиляцию легких правильно значит теперь постепенно мы движемся далее и касаемся такого сложного вопроса очевидно сложного этих пациентов как внутри госпитальная транспортировка она и так сложная и это ну целая череда различных ошибок и разных там суеверий начиная от того как возить этих критических пациентов вперед ногами или вперед головой вот сколько бы мы не говорили о том как их удобнее возить и безопаснее для медперсонала все равно ну считается что если в реанимацию пациент едет вперед ногами то ничего хорошего из этого не выйдет что с этим делать вот в масштабах стороны еще предстоит придумать команде специалистов но тем не менее вы знаете что транспортировка это повод такой нехороший повод для различных травм медперсонала это повод для ухудшения состояния пациента и конечно это требует специализированного совершенно оборудования для этих пациентов мониторинга в ходе наблюдения в ходе так сказать транспортировки аккуратной транспортировки ну и конечно же регулярного обучения и документирования аудита этой самой транспортировки в больнице значит ну вы видите пациента понимаете о чем я говорю конечно не обучив персонал или же если не предусмотреть ну так сказать некое усиление транспортировочной бригады в данном случае конечно до травм в том числе производственных совершенно здесь недалеко если мы не имеем перекладывателей специальных каталог для вот таких пациентов то и не клиника не оборудована различными удобными устройствами переходами для транспортировки пациентов ну вот знаете к примеру в одной клинике совершенно недавно ну пытались привести пациента из кабинетно-магнитно-резонансной томографии в отделение реанимации пациент был с ожирением ну вот к сожалению оказалось что на пути между этим кабинетом и отделением реанимации ну как-то вот не случалось раньше а теперь случилось имеется аж шесть ступенек шесть полноценных ступенек это как вы в подъезд зашли и до лифта надо добраться ну вроде бы вам-то одному ничего а как вот страдали коллеги и как страдали медицинские сестры это вот конечно надо было все это видеть если мы не готовы вы видите то мы должны учитывать что при анализе при аудите этих случаев транспортировки у пациентов с ожирением в экстренных ситуациях вы смотрите какое количество неблагоприятных событий наблюдается порядка сорока при плановых транспортировках еще даже вы видите больше наверное экстренные как-то собирают коллективы значит и какие в основном проблемы да все одни и те же коллеги вот эти проблемы и каждый раз мы натыкаемся на одни и те же проблемы при аудите транспортировки пациента ну это что это у нас вдруг сломалось оборудование в ходе транспортировки я не знаю закончился аккумулятор в транспортном вентиляторе кислород закончился как-то неожиданно вот падение пациента ну из-за того что нет бортиков или как-то вот слишком быстро это транспортировка всем почему-то хочется куда-то бежать как будто в ходе бега состояние пациента улучшится каким-то чудодейственным образом или вот если он въедет побыстрее в отделение реанимации как-то ему совершенно внезапно станет лучше от этого нет конечно ничего такого не станет ну и вы видите даже травмы медицинского персонала что естественно и является ну совершенно вопиющим событием и должно достаточно подробно разбираться что еще важно вот мы еще раз и еще раз разбираем сердечно-легочную реанимацию в подразделениях нашего стационара и конечно большого труда всем нам стоит рассказать коллегам о том что все-таки пациента необходимо полноценно полностью да не как-то частично реанимировать восстановить хотя бы какую-то сердечную деятельность перфузию и только после этого наладив и искусственную вентиляцию легких и мониторинг совершенно аккуратно вот совместно коллегиально переложить на специальную транспортировочную каталку и вот соблюдая осторожность постепенно перевести специальным лифтом который не застрянет ни в коем случае в отделении реанимации это и есть план безопасной транспортировки который конечно должен нами соблюдаться транспортировка сама по себе не должна ухудшить состояние больного транспортировка ни в коем случае не должна осуществляться у пациентов в состоянии клинической смерти без использования специализированных автоматизированных устройств для компрессии нет это все какой-то прошлый век ну и конечно транспортировка она полна всяких событий которым вы тоже должны быть готовы ну вот отправили вы двух маленьких девочек перевозить вот такую тетеньку значит к сожалению она почему-то там как-то упала с этой каталки и состояние естественно ухудшилось вот на какую-то диагностическую процедуру вот таким образом съездили ну и есть ли у вас алгоритм как действовать в такой ситуации понятно что всем неудобно все хотят как-то помочь но это не тривиальный вопрос как вот такую пациентку назад на каталку то водрузить особенно этим ну таким хрупким и совершенно неподготовленным медицинским сестрам конечно нужен алгоритм и на этот счет окей мы идем дальше диагностические процедуры но здесь о чем вспоминается прежде всего ну о том что некоторые пациенты не влезают в томографические аппараты это такое частое дело ультразвуковые датчики не достигают своей цели в брюшной полости да там аускультацию достаточно сложно оценить все это есть безусловно и да это не самые простые не самые простые с диагностической точки зрения пациенты опять немного об ультразвуке особенно в переоперационном периоде ну вот вы видите к примеру в этом обзоре по роли ультрасонографии в бариатрической хирургии ну вот к примеру подготовки пациентов к операции описан достаточно подробно метод изучения вот этого остаточного объема содержимого в желудке готовности в этом плане пациентов особенно пациентов беременных вот этот вариант достаточно сложно переоценить пожалуйста кому попадется эта статья обязательно ознакомьтесь с ней подробно и те простые формулы методы измерения подходы они надеюсь вам помогут ну еще что обсуждается достаточно подробно применительно к ультразвуковой диагностике вот ургентных состояниях данных пациентов это вот коникотомия здесь видно как мы можем найти эту самую мембрану и маркировать даже ее в том числе у тучных пациентов это несложно вот но это позволяет более скажем так прицельно и с большим успехом осуществлять коникотомию в ситуациях когда она требуется в хорошей замечательной я бы сказал статье о том что может ультразвуковых для выявления предикторов трудных дыхательных путей здесь новые предикторы которые ну наверняка будут вам интересны можно померить видите толщину языка расстояние различные от ориентиров до нижней челюсти оценить размеры надгортаника да и много чего есть ряд совершенно новых но достаточно чувствительных предикторов того что интубация как знаете иногда бывает ничто не предвещало беды с интубацией мы вот много имеем различных шкал но неужели вам не встречались в вашей клинической практике такие пациенты которые в рамках шкал показывали сносные оценки но к сожалению имелись серьезные трудности после начала интубации этих пациентов это крайне важно используйте эту технологию ну и вот вы видите можно контролировать и процесс этой самой интубации своевременно своевременно выявляя вот как на рисунке 4 интубацию пищеводную ну то есть нежелательные события так называемый феномен двойного пути а вообще конечно вот эта тенденция к изучению ультразвуковых технологий в реанимации широко шагает в россии достаточно активно развивается и соответствующие организации и федерации анестезиологов есть отдельное направление в этой связи ну и конечно тем кто еще не присоединился к этой существенной инициативе остается только пожелать побыстрее к ней присоединиться в том числе и применительно к пациентам к этим ну и есть еще ряд ну скажем необычных но важных различных диагностических приемов для изучения к примеру вопросов саркопении о чем мы неоднократно говорили здесь это вопросы измерения мышечной массы и томографические и ультразвуковые и биоимпедансные в конце концов ну и вот так тезисно заканчивая вопросы особенности диагностики мы переходим с вами к очень чувствительному вопросу у данных пациентов а именно к оценке их нутритивному статусу и нутритивной поддержке здесь как всегда клинические рекомендации скупы значит предполагая что как в той известной песне пока септический больной с ожирением сохнет ну вот худой пациент с сепсисом он конечно закончит жизнь менее успешно и да когда мы смотрим на такого пациента мы наверное в последнюю очередь думаем о том как бы его накормить ну что это такое как непредвзятое отношение к этому пациенту как недальновидность что ли давайте посмотрим попытаемся посмотреть на этого пациента насквозь представили себе картинку давайте перелеслием опять структура тела этого пациента какова вот о чем нужно всегда задумываться что скрывается под толстым слоем жировой ткани много ли функционально полноценных активных мышц мышечной массы что при активизации реабилитации дыхание в конце концов сложно переоценить имеет место быть у этого пациента как же нам упустить этот вопрос из вида как нам его не упускать коллеги ну нужно просто поверить что если мы не исключим не определимся с вот тяжелыми случаями саркопения ожирения то есть ситуации когда под вот этим высоким индексом массы тела скрывается совершенно неполноценный состав этого самого тела если мы это с вами не сделаем то конечно целый перечень вы видите различных эффектов атрофии контрактура остеопения пролежни запоры нейтеротрофические нарушения ну вот здесь все по списку будут мешать нам в нашей интенсивной терапии совершенно неожиданно почему у пациентов с ожирением вот это саркопения тоже достаточно нередка и я бы даже сказал выражена чем даже у пациентов с недостатком массы тела да здесь просто совпадают совпадают скажем так патогенетические моменты формирования этой саркопении и ожирение например какие например хроническое воспаление что свойственно и той и другой патологии инсулинорезистентность жировая инфильтрация вы видите как на снимке и другие аспекты все это к сожалению необходимо все это к сожалению сопутствует часто сопутствует пациентам с ожирением в критических состояниях и как вы видите в нашем гайде по переоперационной нутритивной поддержке вот в рекомендации четвертой требует полноценной своевременной оценки особенно у пациентов с исходной избыточной массой тела какой вопрос первый вопрос задает себе гайд по питанию по нутритивной поддержке госпитализированных взрослых пациентов с ожирением гайтоспен ну различаются ли клинические исходы в зависимости от степени пожирения а также нужен ли вот этот скрининг нутритивного статуса у пациентов по сравнению с другими пациентами без ожирения ну ответ да на оба вопроса тяжело больные пациенты к сожалению испытывают больше осложнений ну и естественно все пациенты должны пройти этот самый скрининг что в скрининге здесь особенного есть понятно что когда индекс массы тела таков что вот где у меня этот пациент вот он такой шкала нрс 2002 она как-то не очень применимый становится как-то пациенты не очень идут и адекватно отвечают на эти вопросы на потерю веса на там снижению питания эти пациенты по-другому немножко относятся к этим событиям и применять такую шкалу мы можем но естественно с некой коррекции на состояние пациента их психологическое отношение к питанию и другим аспектом что еще что еще подсказывает нам вот этот гайд аспен по питанию пациентов используйте и другие подходы для вот этой оценки нутритивного статуса это и субъективная глобальная оценка и осмотр сфокусированный на нутритивном статусе но самый главный вопрос коллеги это конечно же критерии дефиниции диагностики вот этого саркопенического ожирения его мы уже касались с вами и применительно с хобл совершенно недавно и применительно ожирению вот этот этапный алгоритм определение когорты пациентов которые опасны в этом плане он достаточно прост мы должны оценить оценить аномнистически этого пациента и опасные среди них это какие это пациенты вот с наличием хронических заболеваний высоковозрастные пациенты с пациенты с сложной судьбой которые вот ну совершенно недавно находились уже в отделениях интенсивной терапии а также вот ключевые вещи которые звучат скрининговой шкале оценки саркопении в соответствии с консенсусом спросите у пациента может ли он встать с кровати как легко ему подняться по лестнице да может ли он вообще ходить даже по горизонтальной поверхности в обычной жизни все это укажет вам на эту самую саркопению есть и методы объективной безусловно оценки и среди них первый этап это оценка мышечной массы ее можно действительно посчитать вы видите и томографически и ультразвуковым методом и биоимпедансными методами и рядом других методов посчитать вот этот вот состав тела а не только вес таким образом видите различаются у нас эти два хороших человечка Вася Пупкин и вот всем известный киноактер который имеет безусловно один и тот же вес 125 килограмм но имеет совершенно разную структуру тела второй этап и это важно понимать нам нужно не только мышечная масса но и оценить ее функцию ну к примеру мышечную силу что можно предложить критическому пациенту например динамометр понятно что вот эта проба со стулом со вставанием наверное не очень подходит для этой категории пациентов а динамометр пожалуйста ну или руку ему дайте в конце концов пусть сжимает ее а вы оцените эту силу сжатие вы видите что ну такие пограничные показатели силы левой и правой кисти ну примерно для мужчин меньше 30 килограмм для женщин менее 20 я скажу что это некая граница болезненности при сжатии есть и другие способы оценить функцию к чему все эти диагностические мероприятия нам нужно выделить состояние которое потенциирует развитие вот этого синдрома приобретенный варит слабости пит синдрома конечно безусловно саркопения это один из ключевых факторов анамнистических который позволит сформировать этот пит синдром у пациента с ожирением гораздо быстрее чем у других аналогичных собратьев ну и что с этим делать во-первых конечно сформируйте некие правила некий протокол питания пациентов в критическом состоянии независимо от их массы тела да сестры ваши помощники должны безусловно знать что о целях терапии мы скажем чуть попозже но так чтобы ни в коем случае вот это кормление пациентов нутритивная поддержка чтобы она не принесла пациенту вред конечно есть такие простые абсолютно исполнимые чек-листы кормления пациентов которые ну к примеру не позволят начать это самое кормление в горизонтальном положении у пациента так обязательно нацелить сестру на то чтобы проверить проходимость зонда и вообще его расположение ну и так далее зафиксировать все данные о кормлении в карте интенсивной терапии пациенток это крайне важно ну и вот этот протокол этот подход о котором мы говорили на прошлой лекции с вами это целеориентированный протокол нутритивной поддержки он и здесь в этой когорте пациентов крайне эффективен суть его заключается в том что сестра нацелена на выполнение той дозы прежде всего по белку суточному белку которая задана ей клинической ситуации картой и вот врачом у данного конкретного больного и да если в силу разных причин в дневное время имели место перерывы какие узи надо сделать фгдс потом потом перевязка там соответственно подготовка к анестезии после нее еще какие-то события и так по кругу то конечно не стоит отказываться от сегодняшней цели нутритивной поддержки ибо саркопения лишь спрогрессирует пациент съест себя вы сами понимаете особенно в ситуации с гиперкатаболизмом второе второе направление кроме вот создания некого правила некого сопа по кормлению для сестер конечно это создание пула различных препаратов для каждого этапа критического состояния у пациента понятно что и пациенты с ожирением и пациенты с нормальной массой тела требуют совершенно разных препаратов в различных критических состояниях в начале это в основном у нас высокобелковая но низкокалорийная диета в дальнейшем количество белков и калорий выравнивается и конечно на этапе реабилитации вы знаете потребность пациентов в калориях она в белке она да и в калориях тоже она может существенно возрастать алгоритмов таких множество ну вот мы к примеру пользуемся алгоритмом Валерия Матвеевича Луфта вы видите что применительно к выбору этого типа энтерального питания ну вот из этого разнообразия о котором я сегодня с вами говорил конечно мы выделяем пациентов с гипергликемией и без те пациентов которые ну к сожалению плохо переносят углеводы углеводные калории в данный момент нет смысла излишне донировать этими самыми углеводами это лишь приведет к осложнениям углеводной терапии ну и мы выбираем препараты диабетического такого свойства вы видите комбинируя при необходимости это с парентеральным питанием в случае если проблем с гипергликемией нет то здесь конечно ситуации с меньшим потреблением калорий сочетаются ну вот к примеру с смесями с пищевыми волокнами далее переход на сиппинг в более стабильном состоянии это в общем-то и элемент реабилитации когда пациент использует естественные пути питье через трубочку через рот это и элемент в общем-то активизации пациента ощущает вкус препарата и это тоже очень важно ну и далее даже на амбулаторном этапе после того как критическое состояние миновало вот эти сбалансированные смеси они крайне нужны почему все просто они позволяют в очень небольшом объеме решить проблему донации всех необходимых макро или микро нутриентов подавляющего большинства пациентов и именно поэтому именно по этому коллеги нам крайне важно быть готовым к различным вот этим этапам критического состояния заготовив тем самым совершенно разные нутритивные смеси это крайне важно как реализация раннего протокола нутритивной поддержки позволит достигать вот этих самых целей ну прежде всего по насыщению пациента белком крайне важным крайне важный вопрос в выживании пациента в коррекции результатов его лечения покажу вам исследование с нутризонным протеином интенс по сравнению с обычной смесью стандартной смесью с повышенным содержанием белка значит вот такой достаточно простой протокол этого исследования и вот результаты ну вы видите что употребление смеси содержащей более высокое содержание аминокислот привело закономерно к их более высокому потреблению и более длительное время целевой диапазон употребления белка в течение вот этого острого периода критического состояния он находился в пределах должных величин то есть выше чем 1,2 и даже 1,5 граммов на килограмм крайне важный вопрос что это не сопровождалось увеличением потребления энергии у этих пациентов так как ее донации утилизация достаточно проблемный момент результатом этого правильного выполнения протокола должно что стать как и в этом исследовании более значимая зримая динамика концентрация аминокислот в плазме и еще дальше это естественно и результаты по физической активности ведь это гораздо важнее чем тот анализ который мы получаем при очередном исследовании альбумина например плазма или при альбумина у тех кого он доступен лимфоцитов и прочее в том числе в том числе если мы говорим о нутризоне вопрос вот этого более простого и надежного более простого и надежного получения этих самых этого белка этих аминокислот в том числе и связан с формулой которая позволяет не створаживаться в кислот в кислотном желудочном соке что естественно улучшает эвакуацию вот такое интересное химическое решение значит что говорить о что говорят о колораже ну наиболее известные документы по нутритивной поддержке в том числе и таких пациентов в критических состояниях при индексе массы тела энергетическая цель вы видите одиннадцать четырнадцать килокалорий на какую массу тела на фактическую массу тела и безусловно есть пересчет на идеальную массу тела но об этом я чуть позже вам скажу есть такой аналитический обзор посвященный особенностям нутритивной поддержки пациентов с ожирением в критических состояниях есть гайд на этот счет и вот наиболее последняя свежая информация к сожалению у нас датирована шестнадцатым годом будем ждать какого-то обновления этой самой информации для лиц с ожирением рекомендуемая вот доза этого белка значит это 1,3 грамма на килограмм вот этой скорректированной массы тела которая рассчитывается по формуле приведенной здесь ну и вот это 11-14 килокалорий фактической массы это то сопровождающее колоражное обеспечение которое также вот видите рекомендуется впрочем вот эта категория пациентов с ожирением пациентов с нутритивной точки зрения очень сложные особенно в критическом состоянии всеми безусловно рекомендациями особенно при проведении искусственной вентиляции конечно же рекомендуется непрямой калориметрический контроль почему ну потому что истинная потребность в энергии она может крайне быстро и значительно варьировать крайне быстро и значительно могут варьировать такие параметры как преимущественное усвоение той или иной той или иной калорийности имеется ввиду жировой или белковый и поэтому используйте метаболограф который сейчас доступен большинстве мониторов большинстве современных экспертных аппаратов искусственной вентиляции легких пациентов в критическом состоянии это прекрасный ориентир для адекватной нутритивной поддержки ну и если у нас такого инструмента пока нет вот этот гайд аспен он рекомендует использовать несколько вы видите иные формулы ну конечно их американские формулы как бы мы к этому не относились посмотрим на них как бы сравним их с теми формулами которые мы используем в рутинной практике вот есть формулы уравнения значит которые сформированы вы видите в первой во второй рекомендации не смысла не вижу их как-то запоминать читать но тем не менее знать о их существовании для сравнительной оценки можно и в принципе нужно что еще рекомендуется если для оценки вот ну ориентиров по назначенному колоражу вот этот метаболографический мониторинг должен конечно присутствовать в жизни критического больного с ожирением то если речь идет о оценке белкового статуса и статуса белкового обмена конечно никак нельзя упустить возможность оценки баланса азота и конечно для этого ну те кто еще не внедрил это изучение мочевины мочи ваших лабораториях сделайте это это достаточно простой и действенный метод конечно с поправкой на то что при гипер катаболизме возрастает доля внемочевинных потерь тоже следует учитывать и так питание должно обеспечивать 1,2 1,3 грамма на килограмм фактической массы тела или 2,2 с половиной грамма на килограмм идеальной массы тела значит и относительную гипокалорийность и эти показатели как видно из гайда по крайней мере эквивалентные по результатам по клиническим у пациентов с нормальным и эокалорийным питанием гипокалорийное питание и в когорте пациентов с ожирением также показывает эффект эффективность адекватность по аналогии с обычной группой критических больных ну а есть особые ситуации для которых применяются особые будем так говорить смеси значит одна из таких проблем это рекомендации по нутритивной поддержке при пролежних здесь интересный продукт это кубизон где и аргинин и цинк и селен все способствуют вопросам ну более быстрого агрессивного влияния на возникшие часто имеющие место у пациентов с ожирением вот такие нарушения целостности кожных покровов результаты ряда исследований например такого который я здесь показываю демонстрирую убедительно говорят об этом используйте вопросы что еще важно в плане микронутриентов для пациентов с ожирением ну вот обратите внимание на рекомендацию по питанию после бариатрических операций ну к примеру в том же гайде аспен мы видим о необходимости чего донации запасов железа медицинка селена тиамина фолиевой кислоты витаминов b12 это все пациентам перенесших рукавную гастроктомию или тем пациентам которых наложен обходной желудочный анастомоз или же биопанкреатическое шунтирование ну вы можете либо донировать эти витамины отдельно или как это уже известно воспользоваться теми микроэлементами которые содержатся собственно говоря в той сбалансированной энтеральной смеси которую вы используете что еще важно важного есть в этой сбалансированной смеси ну к примеру внутри зоне для борьбы с другими патогенетически значимыми проявлениями облигатными проявлениями ожирения ну вот в частности противовоспалительные компоненты которые повлияют у нас и на борьбу с провоспалительными явлениями и вот на борьбу с саркопенией здесь важно и обсуждаемо это витамины D витамины АЕС ионы меди железоцинка омега-3 жирные кислоты куда же без них но как я уже и говорил вам в своей лекции по хронической обструктивной болезни легких саркопения это не только проблематика не введение белка калорий пусть даже и микроэлементов к сожалению в ситуации с ожирением и с выраженной саркопенией только лишь донация аминокислот и вот такого калорического обеспечения микроэлементов зачастую не даст вам быстрого и интересного эффекта когда ну тогда когда вам надо сделать ну крайне важную принципиальное изменение состояния пациента получить какие-то новые совершенно результаты к примеру у пациента на длительной искусственной вентиляции легких которого вы хотите деэскалировать ну как побороться с саркопенией в этом в этом случае у вас нет так много времени чтобы ждать пока метаболизм встанет на новые рельсы на новое русло к сожалению время нещадно как бы подталкивает вас к чему к донации ряда таких фармаконутриентов которые по мнению различных экспертов например вот Игорь Евгеньевич его лекция его таблица про прежде всего гидроксиметилбутерат элькарнитин глутамин омега-3 жирные кислоты которые ну вот в этой такой рекомендуемой добавки за ней куда надо идти спортивный магазин самый простой путь значит будет способствовать разрешению этих саркопенических проблем и у этой категории пациентов ну и заканчивая говорить о теме нутритивной поддержки вот как оказывается достаточно близкой этому типу критических пациентов конечно поймите кто кормит кто занимается кормлением пациентов почему ну потому что это отдельная серьезная и очень проблемная зона вот видите есть такая схема в завершении такого обзора о проблематике проблематики проблематики интенсивной терапии пациентов с ожирением и возможных будущих каких-то исследованиях вы видите что на сегодняшний момент есть высокие риски значит вот этой саркопении к сожалению часто недоступно специальное вот это оборудование в том числе и Европе видимо которая бы к примеру определила метаблографические показатели конечно медицинскому персоналу может быть тяжелее выполнять эту самую нутритивную поддержку у пациентов и это тоже надо учитывать пациенты с ожирением конечно же имеют некие другие иные скажем так фармакинетику и реакцию на компоненты поддержки к этому ко всему ваша команда нутритивная должна быть готова и безусловно эти особенности не должны ее страшить поэтому формируйте команду повышайте квалификацию сестер в этом направлении и конечно это одна из один из вариантов удачи в этом направлении несколько слов о дозировании лекарств мы об этом уже немножко говорили в разделе переоперационного периода есть такая рекомендация двенадцатая по дозированию лекарственных препаратов у пациентов с ожирением сегодня буквально мы обсуждали очередную историю болезни где врач к сожалению не скорректировал дозу антикоагулянтов у пациента с выраженным ожирением с индексом массы более 30 но тем не менее использовалась стандартная доза ну к примеру клексана переоперационном периоде вы видите что анастезологические агенты они видите при индукции поддержание могут рассчитываться на совершенно разную массу тела ну к примеру пропофол при индукции на тощий вес при поддержании на общий вес так вот такие должны быть ориентиры не знаю как насчет запомнить всю эту таблицу сразу но безусловно иметь ее где-то под рукой абсолютно важно как и впрочем способы расчета этой самой общей и идеальной массы тела а также тощей массы тела хотя конечно такие инструменты как импедансометрия позволит вам ну не ошибиться в этом вопросе есть прекрасная статья дозирование антибактериальных препаратов это говоря о других сторонах скажем фармакокинетического фармакодинамического такого плана в отношении этих пациентов ну вот здесь сравниваются особенности дозирования липофильных и гидрофильных антибактериальных препаратов ну и вот даже бегло посмотрите что может происходить с липофильными препаратами к примеру увеличивание всасывания у этих пациентов липофильных антибактериальных препаратов может приводить к более высокой чем вы думаете концентрации антибактериальных препаратов сыворотки ну и бог с ним но с другой стороны связанная с ожирением почечной недостаточность это такое тоже серьезное влияющее на концентрацию события а к примеру повышенный объем распределения может противодействовать этим двум первым факторам и так среди липофильных антибиотиков ну к чему относятся вторхиналоны макролиды к примеру значит ожирение может увеличивать объем распределения антибактериальных препаратов тем самым ну вы видите снижая их концентрацию и в том числе активность в отношении бактерий в случае с гидрофильными антибактериальными препаратами почечный клиренс при ожирении как правило увеличивается вот все состоит вопрос дозирования лекарственных препаратов состоит из множества конечно нюансов многие из них отражены в инструкции ну посмотрите изучите каждый конкретно препарат применительно к пациентам с ожирением и найдете достаточно много новой для себя информации теперь под занавес нашей сегодняшней лекции мы пробежимся по конкретным состояниям ну и начнем с хирургических вернее продолжим с обычной хирургической ситуации буквально тезисно остановимся на том что еще раз конечно мультимодальная послеоперационная анальгезия это метод выбора у пациентов с ожирением как впрочем и в другой и у общей когорты более широкое применение нейроаксиальных блокад рекомендуется у данных пациентов крайне важный вопрос на чем неоднократно внимание обращают различные гайды это конечно же проведение послеоперационной послеоперационной тромбопрофилактики она должна быть скорректирована исходя из веса пациента при этом конечно нужно учитывать что ожирение входит как фактор риска тромботических осложнений на периоде и до увеличивает вот повод для назначения именно лечебных доз так и длительных длительного назначения этих самых антикогулянтов что интересного сказать у больных с травмой значит но мы уже немножко касались вопроса какого конечно таких пациентов достаточно сложно транспортировать и скорая помощь об этом прекрасно знает переместить такого пациента в доме без лифта это целая история извлечь его из какого автомобиля при дтп из другого места конечно требует целой команды и целой команды спасателей и конечно совершенно других устройств нежели пациентов с обычной массой тела нужны специальные воротники спинальные доски соответствующих размеров ну и конечно же вот это ожирение это фактор риска увеличение частоты посттравматических различных осложнений ну каких как инфекции пролежни несрастающиеся раны острая почечная недостаточность особенно при тяжелом ожирении это все необходимо учитывать важно учитывать инсулино-резистентность часто и достаточно выраженное наличие метаболического синдрома который самостоятельное значение имеет формирование и иммунного ответа и других аспектов критическое критического состояния значит эти пациенты имеют более высокие риски по развитию инфекционных осложнений области хирургических вмешательств и здесь да пошире как-то обычно хирурги любят назначать и антибактериальную профилактику немножко усугубляя имеющуюся ситуацию может быть это основанное решение ну и конечно же профилактика вот этих тромбоэмболических явлений о чем мы говорили значит есть особенности связанные и с механизмом травмы у этих пациентов и да если брюшная полость это эффект подушки некая демпфирующая зона то вот кости таза таким образом совершенно не спасти и нарушение целостности тазового кольца по оценкам некоторых коллег это наиболее более частая ситуация у пациентов с ожирением которые травмированы например в процессе дорожно-транспортного происшествия значит ну понятно что вывихи переломы требуют особо более надежного подхода к фиксации и не всегда наружная фиксация она адекватна у пациентов особенно с крайне выраженными рисками с крайне выраженным ожирением риски вот смещения отломков выше чем обычной популяции это тоже нам надо с вами учитывать значит что пишут про ожоги часто ожоги способствуют недооценке площади и недооценке тяжести поражения это приводит с одной стороны к недостаточной ну к примеру инфузионной терапии с другой стороны к морбидность пациентов ожирения и например хронической сердечной недостаточности напротив может привести к увеличению риска осложнений из-за избыточной инфузионной терапии что в целом приводит к увеличению летальности в этой группе ну несколько слов справедливости ради необходимо сказать и о сердечной легочной реанимации особенно визуализируя в памяти тех пациентов с ожирением даже с умеренным которых вы вот последнее время спасали конечно закрытый массаж у таких пациентов это достаточно утомительное занятие и поэтому даже в гайдах по сердечной легочной реанимации более частая смена вот этих спасателей это понятно и достаточно объяснимое дело ну понятно тучные пациенты которые начинают лечиться в кровати совершенно не обязательно если кровать позволяет да и если она имеет достаточно жесткий каркас основания не переносить их вот на пол на как говорится более жесткую поверхность это при небольшом количестве спасателей лишь дополнительные затраты времени ну можно использовать и автоматические устройства для осуществления непрямого массажа сердца хотя при этом учитывать наклон немножко особенное расположение грудины у этих пациентов значит во время дефибрилляции рекомендуют начинать с энергии 200 джоулей и конечно применение двухфазных дефибрилляторов позволяет сделать дефибрилляцию более управляемой это понятно так как ну конечно вот этот высокий импеданс транстаракальный жаровой ткани грудной клетки вносит вопрос достижения энергии потребителя большую существенную большое существенное значение на чем еще внимание концентрируют вот статьи которые описывают особенности сердечно-легочной реанимации конечно на том что вот большое количество жировых тканей на передней задней поверхности грудной клетки могут снижать эффективность компрессии у данных пациентов и может быть понадобится более значительные усилия значит для того чтобы компрессии приносили ну хоть какую-то ощутимую циркуляцию ведь как-то надо и оценить вот и конечно в положении лежа на спине брюшной жир вызывает краниальное смещение диафрагмы и предлагается выполнять непрямой массаж сердца ну примерно как и у беременных женщин используя верхнюю треть грудины что тоже важно всех ситуаций вот как-то учесть в этом нашем достаточно длинном но емком разговоре нельзя мы должны с вами заканчивать и здесь буквально еще три вещи с которыми вы можете столкнуться в своей реанимационной практике ну вот о трудностях похудения мы немножко с вами говорили есть разные диеты которыми истязают себя такие пациенты конечно не от хорошей жизни воспринимая диету как способ лечиться здесь и сейчас от ожирения да и пациенты в общем-то без значительного избытка массы тела пациенты просто переходят на отсутствие нутритивной поддержки в течение длительного времени ну вы видите семидневный голод семидневный голод с водой если речь идет о пациенте с ожирением с совершенно другим уровнем обмена веществ совершенно другими энергозатратами вот такой обрыв элементации может конечно послужить причиной декомпенсации различных хронических заболеваний появление острых состояний с чем пациенты поступают к нам и начать элементацию после такого перерыва крайне аккуратно надо не забывая о конечно в вопросах восстановления питания рефидинг синдроме у таких пациентов на это нужно обратить особое внимание но также не стоит забывать что вот это все большое разнообразие препаратов для лечения ожирения оно конечно же влияет на не только вот этот самый вожделенный новый небольшой вес но и конечно влияет на всасывание питательных веществ как например вот этот класс ингибиторов липазы и да вы здесь сталкиваетесь с дефицитом микроэлементов который совершенно объясним при применении этих препаратов ну и есть отдельная тема это биологически активные добавки которые только ленивая какая-то компания не выпускала для лечения ожирения некоторые из них просто притча во языцах некоторых мы вообще ничего не знаем пациенты заказывают их через интернет мне кажется их вред он недооценен и вопрос контроля за продажей этих биологически активных добавок должен быть конечно усилен потому что ни результат ни побочные эффекты ни механизмы действия часто нам совершенно незнакомы ну вот также мы встречаемся пусть очень редко но состояниями у пациентов перенесших операции по поводу бариатрической по поводу ожирения так называемой бариатрической хирургии значит есть вы видите совершенно разный план этих операций но нежелательные явления также у пациентов могут быть вы видите вот в этом анализе центрально центрально научно-исследовательского центра института гастроэнтерологии гастроэнтерологии подробно эти различные осложнения описаны ну наиболее наиболее яркими к примеру нарушениями питания с чем поступают пациенты в реанимацию при юно-ободочном шунтировании могут быть видите неконтролируемая диарея с выраженной дисгидрией тяжелые электролитные нарушения вы видите маль абсорбция достаточно выраженная с чем приходится работать у таких пациентов и конечно таких пациентов надо как-то подготовить дальнейшей хирургической коррекции она безусловно возможно конечно после бариатрической операции ну как ее закономерные последствия ну необходимо рассмотреть донацию к примеру витамина d других микроэлементов некоторые пациенты вынуждены достаточно долго пожизненно принимать вот такие комбинированные препараты быть в готовности к появлению различных нестандартных проблем у этих пациентов как например появление конкремента в почках более частом таком варианте тоже тоже рационально и нужно что еще хотелось бы в завершении сказать конечно вопросы аппаратного обеспечения должны быть выведены на новый ну достаточный такой уровень и здесь операционный стол для пациента с ожирением это первая такая необходимость то в моей практике случалось случалось такое что для лечения пациента с ожирением использовался сдвоенный хирургический стол конечно это не нормальная ситуация такой стол выдерживающих пациентов с морбидным ожирением он должен быть хотя бы в одной операционной которой вы сможете ну комфортно и надежно провести какую-то вот экстренную операцию такого пациента да необходимо предусмотреть некоторые механические устройства которые позволят вот поднять такого пациента упавшего не допустить этого самого падения так как видите это связано с выраженными физическими затратами ну и в гайде посвященном обеспечению он логическому обеспечению вот таких пациентов о чем еще говорят вы видите о устройствах идентификации периферических вен о них мы сегодня поговорили о широких панжетах для тонометрии о компрессионных чулках большего размера очень ну необычно видеть обычные вот эти стандартные компрессионные бинты эластичные на этих масштабных нижних конечностях у таких пациентов вы знаете конечно же надо быть готовым к спинальной эпидуральной анестезии у таких пациентов длина игл которая может вам потребоваться она значительно больше стандартных игл и такие расходные материалы нужно заготовить чуть заранее их вот так просто взять откуда-то нельзя еще один вопрос прежде чем перейти к финальному парадоксу ожирения это конечно же как на этой картинке но как-то устранить вот эту предвзятость о которой мы говорили в самом начале нашей сегодняшней лекции нашего разговора предвзятость которая и опаска которая ну свойственно при первом контакте с таким пациентом да безусловно тяжелым да в критическом состоянии но вместе с тем вполне разрешимыми согласитесь такими можно сказать житейскими реанимационными проблемами которые только лишь требуют подготовки некого нацеленного аппаратного обеспечения ну и буквально три слова расскажу о том как на сегодняшний момент интенсивистами понимается вот этот широко обсуждаемый парадокс ожирения особенно применительно к септическому состоянию да действительно в ряде работ были получены результаты говорящие о том что прогноз пациентов с ожирением но безусловно не морбидным ожирением ожирением третьей степени к примеру второй степени он несколько лучше чем у пациентов с нормальной массы тела или даже с ее недостатком недостаточным индексом массы тела на сегодняшний момент выделяются следующие возможные рациональные причины этого парадокса но здесь они приведены оказывается действительно запас питательных веществ макро микронутриентов в условиях нарушенных доставки в связи с критическим состоянием он может сыграть свою роль но конечно на очень небольшом временном отрезке это первый вопрос второй вопрос второй механизм это механизм так называемого воспалительного прикондиционирования когда вот это длительно существующее такое хроническое воспаление они оно делает организм менее восприимчивым к септической ситуации и да органная дисфункция развивается ну в меньшем количестве случаев конечно пациенты с ожирением и об этом тоже говорится они более склонны что ли к быстрому обращению за медицинской помощью более настроены к более такой оперативной госпитализации поэтому заболеваний в таких декомпенсированных формах в этой популяции чуть меньше как ни странно чем в общей популяции ну и и ряд исследователей такую гипотезу сказать приводят о том что в пациенте с избыточной массой тела но только конечно не с морбидным ожирением количество мышечной массы то есть количество саркопенических вот этих проблем оно меньше чем в популяции пациентов с недостатком индекса массы тела даже в возрастном таком варианте ну вот это все теории мы же должны с вами понимать что исследования которые описывают этот на первый взгляд интересный феномен они в том числе не лишены статистических недостатков и конечно не учитывались совершенно разные аномнистические моменты моменты связанные с особенностями формирования тех или иных контрольных исследуемых групп ну и вот считается что конечно ярким примером вот этого парадокса ожирения его переоценки является отношение к ожирению в историческом аспекте вы видите насколько оно менялось от средних веков далее к двадцатому веку значит и на сегодняшний момент буквально совершенно обратная ситуация когда все-таки все-таки мы против ожирения хотя аккуратно понимаем что в случае с ожирением умеренно выраженным не все так ясно и не все так категорично плохо как на сегодняшний момент представляется некоторым окей значит завершаем наш сегодняшний разговор хочу еще раз обратить ваше внимание на вот этот нутритивный аспект лечения пациентов с ожирением в критических состояниях связан он с тем что часто у пациента с ожирением как у сапожника без сапог вот этот вопрос с нутритивной поддержкой с нутритивной недостаточностью не прорабатывается должным образом и вы сталкиваетесь как бы подспудно с проблемами например при реализации протокола деэскалации искусственной вентиляции легких при реабилитации этих пациентов с трудностями которые могли бы избежать если бы своевременно и в полной мере оценили такие проблемы как вот саркопения ожирения а именно дефицит или скажем дефект мышечной массы данного пациента если бы своевременно применили вот этот самый протокол ранней нутритивной поддержки правильно оценив нутритивные потребности данных пациентов ну и еще раз и еще раз призываю периодически как бы повышать квалификацию свою в вопросах обеспечения интенсивной терапии поддержки пациентов с ожирением вспоминая о тех особенностях о тех направлениях в которых вам безусловно нужно совершенствоваться вам и вашей команде коллеги надеюсь что сегодняшнее мое выступление пусть и немного сумбурное но все же емкое позволило остановиться на основной проблематике данных пациентов отличающий их от обычной когорты в конце я привожу традиционный перечень элементов которые свидетельствуют о высоком качестве лечения пациентов это из клинических рекомендаций ну и в остальном готов ответить на ваши вопросы огромное спасибо за ваше внимание